Добрый вечер. На часах 20-30. Время новостей на телеканале НЕСЕЙ в студии Ксения Митрофанова. В начале кортко главная тема выпуска. В Березовском районе в зоне карантина по африканской чуме усилены меры безопасности. Что предпринимается, чтобы остановить распространение вируса? Мероприятия в очаге, вплоть до снятия почвы на 20 сантиметров, все это обеззораживание почвы. Дождь и мокрый снег обещают синоптики в Красноярске и ближайших районах. Когда на неделе похолодает до 0 градусов и будет ли потепление? Во второй половине недели в южных районах до минус 10 может понижаться. И дневная температура от 3 до 8 тепла. Каннский драматический театр открыл новый творческий сезон. Какую оригинальную постановку, причем единственную в стране, представили зрителям? Премьера безбашенная. Я советую всем, конечно, прийти и увидеть театр с новой стороны. В Березовском районе в зоне карантина по африканской чуме свиней усилены меры безопасности. Из частных подворий взымают сотни животных, а из-за тотальных проверок транспорта образовались 10-километровые пробки. Сколько продлятся ограничений, как ликвидировать чрезвычайную ситуацию, расскажет Алина Штоколова. Поток автомобилей движется со скоростью максимум 3 километра в час. Проехать километров 15 от деревни Кузнецова, такого расстояния до Красноярска улицы, Кутузова, въезд в город не удается даже за час. Вот я стою уже час 15. Кто-то не выдерживает и пытается объехать бесконечную вереницу машин по полям и по обочине. Остальные покорно ждут своей очереди. Инспекторы проверяют багажники каждой машины, будь то грузовик, внедорожник или легковушка. Такая ситуация сложилась на выходных, когда красноярцы поехали на дачи. В будни немного проще. Люди понимают, мера вынуждена. Только так можно остановить распространение опасного вируса. Тяжеловато, конечно, особенно вечером, по воскресеньям, когда дачные едут. А так, в принципе, нормально. На ферме, где вспыхнул вирус африканской чумы, усыпили уже всех свиней. Их было больше тысячи. Теперь нужно изъять все поголовье в 5-километровой зоне от очага заболевания. По данным специалистов, в частных подворьях находилось чуть больше сотни животных. На деле их оказалось в разы больше. На данный момент изъято уже почти 400 голов. До конца дня планируют забрать еще 120. Их тоже усыпят, а затем сожгут. Землю обработают. Это мероприятие в очаге. Вплоть до снятия почвы на 20 сантиметров. Все это обеззараживание почвы. Сжигается все малоценное имущество в очаге. После проведения всех вот этих комплексов мероприятий, карантинные ограничения будут сняты. По оценкам специалистов, этот процесс займет еще около двух недель. Потом еще целый год и на ферме, и в карантинной зоне нельзя будет заводить свиней. Сейчас в Зыково и соседних поселках введен запрет на ввоз, вывоз и продажу свинины. В 100-километровой зоне от очага АЧС нельзя реализовывать мясо непромышленной выработки. Специалисты советуют брать только сертифицированную продукцию. Ее можно найти на рынках и в крупных торговых сетях. Не стесняйтесь, спрашивая документы у продавцов. Все остальное на ваш страх и риск. Мы проводим специально лабораторные исследования, которые нам показывают, было ли животное больное на момент забоя и насколько свежее мясо. В дальнейшем мы уже по этим лабораторным исследованиям, по осмотру, мы делаем вывод о том, будем ли мы пускать тушу в продажу или не будем. Сейчас на данный момент только промышленного производства свинина допускается на рынке. Но это качественная, здоровая, хорошая свинина, где работают ветврачи, и они ведут постоянное наблюдение за поголовьем. Сами продавцы говорят, несмотря на ужесточение контроля за предпродажи свинины, выращенной в частных хозяйствах, цены на мясо пока никто поднимать не собирается. Если поставщик нам цену не поднимет, мы цены на рынке поднимать не будем. Наша наценка всего процентов 20. Потребительский спрос низкий, цены повышаться не будут. В Зыково и близлежащих деревнях, попавших в зону карантина, работу проводят не только со свиньями. Обрабатывают даже кошек и собак. Опасность представляют и птицы, которые могут перенести опасный вирус африканской чумы в другие хозяйства. Риск заноса инфекции в новые хозяйства, конечно, он остается присутствовать. Так как, к сожалению, у нас в этом году произошел вынос в Сибирский федеральный округ, и Иркутская область, и Омская область, и, к сожалению, сейчас Красноярский край. За счет большого концентрации лично подсобных хозяйств, тех домашних животных, которые там содержатся, риск распространения, конечно, есть. Сейчас ведется расследование. В основном версии все началось с некачественного корма. В хозяйстве, где вспыхнул очаг заболевания, свиней кормили пищевыми отходами. Подтвердилось, что вирус африканской чумы в крови свиней был уже 25 сентября. Однако фермеры обратились к ветеринарам только 4 октября, когда счет мертвым животным перевалил за сотню. Почему о падеже скота сообщили так поздно и куда полторы недели сбывали мясо животных, которое могло быть уже заражено, также предстоит выяснить. В соответствии с правилами он немедленно должен был сообщить ветеринарную службу ветеринарам по месту жительства. Если он этого не сделал, то это уже попадает под ответственность, в том числе и уголовную. Кроме того, виновника распространения вируса африканской чумы свиней обяжут возместить все расходы. Это и компенсации владельцам изъятых животных в размере 140 рублей за килограмм живого веса и затраты государства на весь процесс борьбы с чрезвычайной ситуацией. Алина Штоколова, Сергей Сеславин, Алексей Гусев, Алексей Овсяников. Новости. На трассе Пишино-Северонесейск сразу на нескольких участках завершаются ремонтные работы. Какие проблемы позволит решить эта автодорога? Расскажем после рекламы. Алина Штоколова, Сергей Овсяников. Также выразил уверенность, что вместе с жителями края удастся решить все поставленные задачи. У меня есть одно качество, как мне кажется, это умение объединять людей. Я надеюсь, что это получится у меня и сейчас. И опираясь на вас, опираясь на красноярцев, мы обязательно к этому успеху придем. Но успех это будет не тот, который падает, что называется, с неба, а который мы завоюем и сделаем вместе и упорным трудом. Комиссия выборщиков в Горсовете отсеяла кандидатурой троих претендентов на должность главы Красноярска. Такое решение принято сегодня на заседании, которое прошло в закрытом режиме. В заявке одного из кандидатов обнаружили неверно заполненную форму сведений о доходах. Еще двое предоставили неполный пакет документов. В итоге выборную гонку продолжат 10 претендентов. Очередной этап конкурса состоится 11 октября, когда комиссия будет проводить собеседование. Выборщики должны будут отобрать не менее двух кандидатов, один из которых в результате голосования на сессии Горсовета займет пост главы города. В центре Красноярска из-за дорожного ремонта вновь меняется схема проезда. Сегодня возобновилось двустороннее движение на улице Декабристов на отрезке от набережной до Баграда и на диктатуре пролетариата на участке от Маркса до набережной. Полностью открылась для автомобилей улица Северная. Кроме того, уже в эту пятницу начнется ремонт водопроводных сетей на улице Горького. Квартал между Лебедевой и Республикой будет перекрыт на 10 дней. В связи с этим кардинально изменится движение на отрезке от Горького до Обороны. По улице Республики этот участок станет двусторонним. По улице Лебедевой транспорт будет двигаться в противоположном направлении. Сразу на нескольких участках трассы Епишино-Северо-Енисейский завершились ремонтные работы. В этом сезоне специалистам предстояло восстановить дорогу на протяжении почти 15 километров. Почему она так важна для автовладельцев и какие проблемы поможет решить, расскажет Анжелика Александрова. Большая часть дорожного покрытия Епишино-Северо-Енисейский уже восстановлена. Работы завершены с 83 по 89 километр. Сейчас техника зашла еще на один 6-километровый участок. Много лет разбитая трасса доставляла неудобства местным жителям. У меня слов нет просто к этой дороге. Она просто, я не знаю, это не дорога. В России есть три категории дорог. Это асфальтированное, проселочное, бездорожие. А это четвертая категория дороги, нет дороги. Скажем так. Петр Черкашин больше 40 лет отъездил по бездорожью. Очень рад, что самые непроходимые участки Епишинского пути наконец приведут в порядок. Для местных это большое счастье. Я по этим дорогам шоферил, сейчас вот на пенсии. Мы очень рады, что эту дорогу делают. Очень рады. Потому что невыносимо. Без взаимопомощи никак нельзя здесь. У нас, слава богу, в районе еще останавливаются, спрашивают, что с машинами, как, помогают. На трех участках, где идет ремонт, сначала полностью снимали земельное полотно, а потом возводили его заново. Сверху стелили геосинтетический материал, железную сетку. Именно такая равномерно распределяет нагрузку на автодорогу. И только после этого укладывали дорожное покрытие из разных щебеночно-песчаных смесей. Уже заканчиваем предпоследний участок. То есть вот останется еще верхний слой покрытия, и проезжая часть будет готова. Нижний слой покрытия у нас состоит из щебня марки С-3. Это фракция до 120 миллиметров, то есть щебня идет. А верхний слой покрытия у нас уже будет из щебня марки С-1. По краям новой трассы укрепляют кюветы. Под каждым из новых участков проложили трубы, по которым будут стекать сточные воды. Здесь же оборудуют водосбросы. Специалисты уверяют, после капитального ремонта дорога прослужит 5 лет точно. Идет подъем дороги на определенной отметке. Вот сейчас досыпаем скалу сверху, потом пойдет ПГС. Помимо этого еще три фракции сверху пойдет. В равний число и все остальное. Градировка, досыпание, устранение всех ямок, то конечно она будет служить. В этом году капитальные работы на трассе дорожники завершат к концу ноября. В следующем планируют привести в порядок еще столько же. Всего в рамках соглашения до 2019 года планируется отремонтировать порядка 80 километров дороги. Анжелика Александрова, Степан Хрисанфов, Новости. Как в Красноярске культурные и спортивные объекты становятся доступнее для маломобильных граждан? Подробности после рекламы. Дождь со снегом и ночные заморозки пообещали синоптики в центральных районах и краевой столице. Уже завтра в Красноярске установится пасмурная погода. По ночам температуры будут колебаться от 0 градусов до минус 5. В днем в начале недели воздух будет прогреваться до плюс 6. А вот в четверг и пятницу столбики термометров в окрестностях Красноярска не поднимутся выше нуля. Выходные осадки прекратятся и немного потеплеет, чего не скажешь о северных территориях. Там по ночам синоптики обещают до минус 11. А на юге Таймыра во вторник и среду подует сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. В южных районах края погода будет более сухая, солнечная. Здесь осадки ожидаются только в среду и в четверг. Также в виде дождя и мокр и снега в горах южных районов возможно сильный снег. Температура воздуха в ночное время от 0 до минус 5. Во второй половине недели в южных районах до минус 10 может понижаться. И дневная температура от 3 до 8 тепла. И в центральных районах в четверг и в пятницу и коротковременное похолодание в дневное время от плюс 3 до минус 2. Сделать культуру и спорт доступными для маломобильных горожан. В Красноярске все больше учреждений в рамках программы «Доступная среда» переборудуют свои площадки для инвалидов. Например, в парке «Флоры и Фаунеры» в ручей уже установлены пандусы, убраны ступеньки и бордюры. А в ближайшее время здесь появятся специальные кнопки вызова, чтобы оповещать персонал о прибытии маломобильных посетителей. Репортаж Евгении Шелковниковой. Вот это у нас первая скорость. С каждым нажатием скорость увеличивается. Красноярка Ольга Шикунова приехала в зоопарк первый раз за 10 лет. С тех пор, как женщина пересела на инвалидную коляску, из-за ее жизни исчезли почти все доступные обычному человеку развлечения. О том, чтобы съездить в Ройфруче, она и не мечтала, пока не узнала от знакомых, что парк оборудовали для маломобильных посетителей. Здесь появились пандусы, убрали все бордюры и закупили специальные автоматические кресла. Здесь сложный рельеф, тем более были у нас прецеденты. Люди ездили, отзывались, что не совсем удобно. И я понимаю, что взять сопровождающего на обычной коляске, это будет и мне тяжело, и сопровождающему тяжело. Но когда есть электрическая, тут вообще никаких проблем. Тем более такая надежная, как оттобокс немецкий, они без сбоев работают, мне очень нравится. Теперь в зоопарке работают и подготовленные экскурсоводы. Они построят интересный маршрут, расскажут о питомцах зоопарка и даже помогут разобраться с коляской-автоматом. Приглашают на такие экскурсии не только взрослых, но и детей. Появились в Ройфруче автоматические коляски для маленьких посетителей. Ребенок может управлять коляской сам или передать управление сопровождающему. На входе в зоопарк скоро появится кнопка вызова для оповещения персонала о прибытии маломобильного гостя. А для того, чтобы попасть к вольерам на возвышенности, будут построены лифты. Конечно, в огромной степени это стало возможным благодаря помощи администрации города Красноярска. Выделены серьезные суммы денег на эти работы. Парк сам вложился, потому что хочется, чтобы это было не только функционально, как на бюджетные деньги, но и красиво, как делаем с душой. Доступными для маломобильных граждан становятся и молодежные центры. Такие есть в каждом районе города. Например, в этом совсем недавно закончился ремонт. Были установлены пандусы, поручни, кнопка для вызова персонала, расширены дверные проемы. Посетителей стало больше. Сейчас их количество гораздо увеличилось, и мы максимально стараемся в социальных сетях и через другие источники информировать молодежь о том, что услуги в молодежном центре сейчас максимально доступны для всех категорий граждан. Программа «Доступная среда» в рамках которой и появляются удобные для инвалидов площадки продолжит действовать и в следующем году. Будут отремонтированы десятки учреждений, где комфортно и без барьеров смогут находиться маломобильные граждане. Евгения Шелковникова, Артем Струговец, Алексей Овсянников. Новости. В столице края состоялся концерт «Супердети поколения М». Это проект реализуется с 2014 года и направлено на раскрытие юных талантов и одновременно на сбор средств для нуждающихся в лечении тяжелобольных детей. С подробностями Дина Володина. Концерт «Супердети поколения М» – часть большого гастрольного тура всероссийского благотворительного проекта компании МТС «Поколение М». Любой ребенок от 6 до 18 лет из любой точки России может стать участником и побороться за ценные призы в творческих конкурсах, причем сразу в нескольких из полутора десятков номинаций. Любой человек, любой ребенок, неограниченно по возрасту, начиная с 6 лет, может войти просто на сайт, посмотреть, что у него отзывается, выбрать для себя наставника, куратора. Они у нас либо гранта, либо мэтра из шоу-бизнеса, науки и искусства, соответственно, и по своему желанию идти по этому пути, развиваться, получить обратную связь. Курируют номинации наставники, заслуженные мастера культуры и шоу-бизнеса. У призеров появляются эксклюзивные возможности – общение, стажировки и совместные проекты с такими звездами, как режиссеры Владимир Грамматиков и Владимир Хатиненко, певица Полина Гагарина, дизайнеры Игорь Гуляев и Вячеслав Зайцев и многие другие. Перед красноярцами выступили как раз те ребята, которые стали лучшими. Многие из них принимали участие еще и в проекте «Голос. Дети». «Поколение М» – это проект, который позволяет мне посещать очень многие города России и сделать с этим доброе дело. «Я пою с шести лет и всегда я предпочитала. В принципе, я всегда предпочитала разные стили музыки, под настроение. А сейчас я пою как в поп-стиле. Такой концерт детям от детей, безусловно, понравился красноярцам. Многие из тех, кто пришел на шоу, сами занимаются музыкой и планируют развивать свои творческие способности». «Мы ходим в музыкальную школу и занимаемся музыкой. Мы знаем, что вообще происходит в мире музыки у детей». Этот проект не только раскрывает таланты молодого поколения, у него есть еще одна важная задача – сбор средств на лечение тяжелого больных детей. С начала работы проекта «Поколение М» собрано более 15 миллионов рублей на операции 42 малышам. Любая активность участников и зрителей, будь то загруженная конкурсная работа, лайки или репосты в соцсетях проекта и на сайте «Поколение МТС РУ» приносят баллы в общую копилку. Ежегодно компания МТС переводит их в реальные деньги. Дина Володина, Александр Ермошенко, новости. В Каннском драматическом театре стартовал новый 111-й творческий сезон. Какой необычной постановкой удивили зрителей, расскажем через пару минут. В Каннском драматическом театре стартовал 111-й творческий сезон. Открыл его премьерный показ спектакля «Скелик», созданного по мотивам книг Дэвида Алмонда. Каннский театр стал первым в России, кто представил на сцене произведение этого английского писателя. Тему продолжит Леонид Юрков. Мы рады вас приветствовать на открытии 111-го театрального сезона. Билеты на открытие театрального сезона раскупили за пару дней. Еще бы, ведь в этом году он стартует с громкой премьеры спектакля под названием «Скелик». Рассчитан на аудиторию тинейджеров. То есть 12 плюс мы, конечно, поставили, но я думаю, это где-то от 12 и, наверное, до 25. Хотя нельзя, конечно, так ограничивать, но премьера безбашенная. Я советую всем, конечно, прийти и увидеть театр с новой стороны. В основе постановки одноименная книга Дэвида Алмонда. Это трогательная история о подростке, его любви к новой соседке Мини и странному существу Скелику. Книга была переведена на русский язык только в 2010 году, поэтому театральная постановка этой истории в Каннске первая в России. Спектакль был поставлен московским режиссером Максимом Соколовым. Познакомиться с труппой Каннского драмтеатра ему удалось благодаря проекту «Театральная лаборатория». Режиссер отсматривает всю труппу, и вот оно происходит, это как искры какие-то загораются между людьми. Вот он видит, все, это мой актер, он мне нужен в этой роли. И ты чувствуешь, что да, это твой режиссер, и ты с ним работаешь. Это вот как-то, ну, это прям реально хип, как любовь первая. Вот увидел человека, и все, и понеслась. Стоит отметить, что свою лепту внесло и Министерство культуры. Благодаря федеральной программе, 8 театров края, в том числе и Каннские, получили внушительную финансовую поддержку – почти 55 миллионов рублей. Деньги пошли на техническое оснащение и создание новых постановок. В результате мы увеличиваем репертуарный план на 21 спектакль. Сегодня у нас шестая премьера, да, ну, в основном падает все на ноябре, ноябрь и декабрь. То есть до 31 декабря будет выпущено 21 спектакль. В Каннском театре на этот сезон, например, запланированы еще три совершенно новые постановки. Одна из них будет называться «Черная курица». Работа над ней уже ведется. Зрители смогут ее увидеть в ноябре этого года. Леонид Юргов и Александр Шумилин. Новости. Телефон редакции новостей 236-0136, адрес в интернете 3W-ENISEI-TV.